я бы назвал эту работу одной из самых сложных на проекте парикмахер тв но так или иначе вопрос насколько качественно наталья открыла специфику работы останутся ли у вас вопросы после просмотра этого мастер-класса давайте посмотрим всем доброе утро мы находимся в академии наталья юрчак и сегодня мы будем делать коррекцию отросшего амбре с виду если мы посмотрим со стороны на нашу девочку кажется что это все отросшие натуральные волосы и остальное это ранее окрашенный блонд но на самом деле вся эта длина которую мы видим как темную 15-20 сантиметров это все косметическая база у моей модели свои очень светлые натуральные волосы и я считаю что самым идеальным будет это разбить полностью всю эту темную грань и сделать так чтобы когда будет отрастать новый ее волос не было большого контраста между ранее окрашенными и теми которые ее натуральные моя задача сейчас это устранить максимально мягко данную полосу при помощи конечно же деколоранта всегда мы принимаем решение с какой стороны начать если я работаю затылочной зоны то я могу использовать немного выше процент оксиданта но тогда у меня есть возможность эту полностью всю затылочную зону смыть первой если мы хотим сделать быстрое окрашивание то в первую очередь нам нужно подготовить проборы и разделение когда у вас есть отдельные секции намного быстрее будет выполнена ваша работа обратите внимание сделайте просто для себя эксперимент с проборами и разделениями отдельными секциями как сейчас и просто когда у вас абсолютно все волосы в распущенном состоянии и так первое что мы делаем мы выбрали зону челки так как носит естественно наша модель на два пальца от основания от краевой мы выбрали наивысшую точку как вершину и провели две линии у нас получился треугольник это наша первая секция если ваша модель носит ровный по центру пробор то тогда это треугольничек он будет точно четко от центрального пробора затем от угловых впадин по водным меридианам мы проводим линию вплоть до затылочного бугра и у нас получается стандартная классическая и понятная для нас зона подковы затем от уха до уха до нашей подковы еще два пробора выделенные зоны я делю диагональными проборами и у меня получаются вот такие секции и теперь я буду работать с каждой секции отдельно я не хотела акцентировать внимание на затылочной зоне потому что все то же самое повторяется по всей голове теперь обратите внимание эта часть которую я вам сейчас показываю у нас есть два варианта растушевки либо вертикальными прядями либо горизонтальными прядями если вы хотите чтобы ваши пряди были четко видны и еще оставались темные волосы то тогда лучше всего выбирать вертикальные пряди если же вы хотите как я в данной ситуации разбить темную грань и подобраться близко к прикорневой зоне то тогда использовать лучше диагональную или горизонтальную прядь я всегда работаю в небольшой диагонали потому что тогда все равно при распаде волос волосы смещаются и есть тонкие акценты врезающихся белых белых тоненьких прядей делаем легкую тупировку подбиваем волосы к прикорневой зоне остальные которые у нас остались без начеса на лопаточки плотно с двух сторон чтобы было распределение обесцвечиваем на маленьком проценте оксиданта не затрагивая концы оставили прядь с двух сторон обесцвечены концы пока не трогаем берем следующие то же самое выбиваем делаем натяжение выбиваем начесом так чтобы прямо начался у вас был очень очень близко к корню иногда можно даже ставить в этой зоне начался зажим если вы боитесь попасть на него тогда зажим будет у вас определенным неким ориентиром куда заходить нельзя лопаточка позволяет очень плотно распределить деколорант с двух сторон иногда можно прокладывать фольгу если мы работаем с фольгой то тогда можно очень близко заходя прямо на сам начес распределить деколорант и фольгу закрыть таким образом комбинируя открытую и закрытую технику будет два разных вида осветления одни будут пряди более светлые другие более темные соответственно тонируя одной смеси вы получите два разных рельефов обратите внимание что я перехожу на новый блок в новом блоке я буду работать вертикальными проборами для того чтобы пряди были более четкими и выделялись для того чтобы вам было удобно работать вертикальными проборами наклоните модель немного пониже и наклоните обязательно ее голову тогда вы будете работать привычными для себя казалось бы горизонтальными прядями но они по отношению голове будут вертикальными Обратите внимание, что визуально вам кажется, что это горизонтальная прядь И вы стоите параллельно ей Но, когда мы поднимаем голову, мы видим, что это вертикальная прядь Поэтому найдите свое удобное месторасположение И всегда работайте параллельно своей пряде И я опять делаю начес, так чтобы он близко был к прикорневой зоне И все остальные волосы, заходя на начес, обесвечиваю Я работаю обесвечивающим порошком с 4%, не обесвечиваю концы Для многих мастеров работа в данной технике будет не новость Но именно данный акцент поворота головы и удобства работы в горизонтальных прядях Которые потом превращаются в вертикальные Это, наверное, станет в данной работе главной фишкой Именно для тех мастеров, кто уже знаком с этой техникой Полностью вся затылочная зона у нас готова Как вы видите, остались свободные пряди Это хвосты, которые мы не обесвечивали Эту затылочную зону мы сможем смыть раньше Теперь я приступаю к следующему блоку Так вы сможете увидеть, в каждом блоке я вам буду показывать проборы, разделения и направления В каком я буду делать начес И таким образом мы с вами сделаем полностью всю технику И не будем тратить наше время на то, чтобы смотреть 350 одинаковых прядей и начеса Следующая будет секция, с которой я буду работать Это зона челки Если я начну работать с височных зон или с теменной зон Мне будет сложно подобраться к краевой линии роста волос Поэтому я начинаю сейчас работать с зоной челки И полностью пройдусь по всей краевой линии роста волос Ты по центру носишь пробор? Да Да? Хорошо Если вы хотите, чтобы была абсолютно чистая и идеальная работа Уделите большое внимание именно краевой линии Полностью по всей краевой От одной точки до другой точки У вас будут параллельные пробору линии Именно эти пряди нужно ювелирно отработать И мы работаем на самом маленьком проценте Вот они Вот они Вот они Вот они Краевая сама задает вам направление пробора Раз Линия Раз Линия Раз 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 Это все должны быть ваши перемещения Это все ваши тонкие ювелирные пряди Поехали Так я работаю с челкой Смотрите, очень-очень тонко На самом маленьком проценте Окислителя Хочу заметить, что со всеми волосами я работала на 4% окислителе В зоне челки работаю на 2% У самого лица я не использую начес Я не начесываю пряди Обесвечиваю сплошнее Здесь будет очень хорошо видно Как я разворачиваю зону челки От одной точки Три пряди подряд будут перемещаться Выше и выше Таким образом у нас получится развернутая челка И больше будет белых акцентов И каждая прядь параллельна своему пробору Три пряди подряд Три пряди подряд ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно такая же ювелирная работа с противоположной стороны. Без начеса, параллельно проборам, которые прорисовываются самостоятельно благодаря нашей краевой, это выглядит примерно в форме зигзага. Я прохожу полностью по всей краевой и таким образом я выйду в височные и теменные зоны. У меня прорисовались две височные зоны, зона челки и моя теменная. Теперь в диагональных проборах полностью перехожу в свою технику начеса. Опять же, разворачивая голову модели так, чтобы я стояла параллельно пробору и мне было удобно делать тупировку. Использую лопатку, это самый лучший ассистентозаменитель. Потому что вы можете одной рукой плотно держать лопаточку и второй рукой с кисточкой хорошо прокрашивать волосы с двух сторон. Я буду работать полностью в этой технике и с правой и с левой стороны. Я повторюсь, что мы сейчас делаем коррекцию отросшего амбре. Хотим сделать максимально мягкий рельеф и полностью убираем всю темную косметическую базу. Это называется стрессовая зона. Там, где у нас с вами встречается самый белый и самый темный. Для того, чтобы эффект был очень мягкий, мы комбинируем, используя технику через начес. Сейчас мы завершаем двумя блоками, которые находятся на теменной зоне. И я меняю порошок с оксидантом. Теперь это будет 6%. Тогда получится, что мы можем смывать в одно время. В данной зоне буду точно так же повторяться, как и работала по всей голове. Одна прядь открытая техника, вторая прядь закрытая. В обеих прядях я буду использовать технику на чес. Я думаю, что в практике каждого парикмахера бывают такие ситуации, когда вы начинаете делать окрашивание, и где-то к середине думаете, когда они закончатся, эти волосы. Когда? У меня уже, наконец-то, последний блок, который я повторяю все в той же самой технике. Одна прядь закрытым способом, одна прядь открытым. У нас, конечно, очень много получилось работы, но работа будет качественная, потому что максимально растушеванные корни дадут возможность нашей девочке долго не красить волосы. Вот так выглядит наша модель, даже не посчитая, какое количество фольги у нее. Тебе не тяжело? Нет. Нет? Нормально? Голова держится? Я себя, конечно, сфотографировала быстро на айфон, чтобы потом выставить эту работу в инстаграм. Осталось теперь ждать результат, смыть обесцвеченные волосы, и потом мы будем тонировать. Ну что, вот и закончили мы свою работу. Затонировали мы в мойке начес полностью от корня до длины цветом 9.1 с добавлением двух корректоров. Точка 1 light и точка 7. Точка 1 light – это мой любимый пепельный корректор. Точка 7 – это фиолетовый нюанс. Я всегда пепельного корректора беру 10% и более. В данном случае столько и было. Фиолета максимум 1 см на 50 грамм краски. В процентах это не измерить. Вот такой получился результат. Очень соответствует тенденциям сегодняшнего дня, потому что, наверное, каждый ваш второй клиент приходит с такими фотографиями. И я думаю, что наша модель очень довольна. Фотографию этой модели с рецептом и пошаговым выполнением работы вы сможете увидеть в моем инстаграм. Ссылка на мой аккаунт внизу. Подписывайтесь. До новых встреч. С вами была Наталья Юрчак. Партнер трансляции «Артистик Нидерланды». Субтитры создавал DimaTorzok